Мы приветствуем вас на канале все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 7 рейтинг лучших ТВ приставок 2024 года с Яндекс.Маркета. Ссылки на лучшие ТВ приставки 2024 года находятся в описании к данному видео. Пожалуйста, переходите, смотрите, получайте плюшки. Ну а наш рейтинг возглавляет Smart TV приставка Сбербокс. То есть она обычный телевизор ваш превратит в телевизор со Smart TV функциональный. И плюс вот в эту стоимость еще включены 12 промо-подписок. Там Йоко, Винг и так далее. То есть сразу вы можете заходить на известные платформы и смотреть новые фильмы, которые в принципе по телевизору не показывают. Вот так вот, да, то есть они сначала выходят на этих платформах, а потом уже на каких-то каналах их демонстрируют с рекламой. Здесь вы смотрите без рекламы. В стройной памяти 16 гигов у этой приставки она хоть мала, но она достаточно шустро работает. Плюс она дает дополнительный функционал вашему телевизору, как то доступ к каким-то сервисам дополнительным. Также можно в Play Market заходить, скачивать какие-то приложения, их использовать именно на телевизоре. Ну, например, самое простое, вы можете использовать те же социальные сети, то есть устанавливать соответствующие приложения на телевизор и лазить там в ВК, в Одноклассниках, ну, условно говоря, без проблем это все работает. И достаточно шустро, кстати, работает. 3999 рублей стоит, но можно рассмотреть варианты с меньшим количеством подписок, тогда она будет стоить дешевле. Хотя, на мой взгляд, вот этот пакет, он оптимальный. На втором месте у нас расположился такой вариант Harper HDT2 1511. Это ТВ-приставка недорогая, да, в общем-то, по функционалу он низко проигрывает таким вот самым современным образцам, но зато по соотношению цена-качество это близко к идеалу. Во-первых, он позволяет, ну, опять-таки, превратить телевизор, понятно, в смарт, получить доступ к большому количеству каналов, да, воспроизводит самые разные файлы, подключать можно внешние устройства, благодаря наличию USB-разъема. Ну, и, в принципе, устройство простое, но достаточно, скажем так, расширяющее возможности вашего телевизора. Следующий вариант, третье место, это ТВ-приставка SharkStrike Multiroom на Android. Она шустрая, с 16 гигами, да, и, в общем, недорогая в целом. То есть, получается, смарт-ТВ на Android за 1674 рубля. Ну, то, что она расширяет возможности телевизора, это ничего не сказать. То есть, сразу вы получаете доступ в телеэфир, расширенный, да, так сказать, в YouTube, Google, RuStore, Zona. Ну, та же Zona, например, она заменяет платформы, типа там, Винг или Йокко. При этом она бесплатная. Ну, да, там кое-где реклама всплывает, но можно потерпеть, там не так много этих блоков рекламных. Зато вы получаете доступ к фильмам абсолютно бесплатно, без дополнительных, значит, затрат, так скажем. Ну, да, говорят, что оперативки маловато, 2 гига. Да, то есть, ну, это, в общем, не такая большая проблема, потому что всё программное обеспечение под Android оптимизировано, и она не тормозит, даже если вы скачиваете какие-то игры с Play Market, тогда подключаете тот же геймпад, да, и играете. То есть, там во многие игры можно даже поиграть вот так вот на телевизоре. Поэтому, в принципе, за расширенный функционал такой можно заплатить 1674 рубля. На четвёртом месте у нас расположился Smart TV Box X96Q. Тоже он идёт с 2 гигами оперативки 16 встроенной. Тоже достаточно шустро работает. Ну, почти что полный аналог предыдущего образца. И чуть-чуть он подтормаживает на некоторых процессах. Поэтому мы его поставили только на четвёртое место. Вполне достойная приставка. Кстати, цены на неё меняются. То есть, можно отслеживать, если, допустим, вам дороговато за 1696 рублей. Возможно, цена ещё снизится, хотя это уже идёт со скидкой. В принципе, тот же функционал, да. То есть, YouTube, там какие-то платформы типа Yoko, Wink и так далее. То есть, доступ идёт полный. Даже к старому телевизору, если вы подключаете, лишь бы был разъём соответствующий HDMI. Всё остальное, как бы, уже сделает приставка. То есть, сделает из неё полноценный смарт-телевизор. Далее, следующий вариант. Смарт-ТВ приставка Hyper Media TV 4K. Ну, 4K она не выдаёт. Конечно, тут полноценный Full HD. Ну, это, как бы, такой рекламный ход. Но, тем не менее. То есть, это тоже 2 гига оперативки, 16 встроенной. Есть Wi-Fi. То есть, она подключается к интернету безо всяких проблем, да. И превращает также ваш телевизор в полноценный смарт-ТВ с расширенным функционалом. Тоже на Android она работает. То есть, у вас будет полноценный Android TV, как на современных китайских телевизорах. Ну, и, соответственно, все площадки, да, знаменитые, там, Kion, Premiere, YouTube, YouTube, VK-Video. Всё это будет в доступе, в свободном, без тормозов особых. Кстати, вот, благодаря оптимизации определенной, да, она работает даже ещё шустрее. Плюс у неё есть выходы дополнительные для подключения внешних устройств. Ну, если потребуется. Единственное, что, как бы, ну, не очень нравится, люди об этом пишут, что бывают брак золотской при сборке. То есть, приходят приставки, ну, с определенным браком, да, либо плохо работают, либо не работают вообще. У кого-то там часы не работают здесь, то есть, дисплей вообще не функционирует. Ну, это, конечно, плохо, что такое имеет место быть, но это уже такие тонкости. То есть, бракованный товар может прийти любой, даже фирменный. Поэтому тут уже как повезёт. 2595 рублей стоит. Далее, шестое место занимает ТВ-приставка Xiaomi TV Box. Стоит 4741 рубль. Как по мне, так дороговато за такую приставку. Ну, в принципе, она, да, функциональная. Тоже 2 гига оперативки. 8 гигов встроенной памяти. То есть, это похуже, чем у предыдущих образцов. Google TV на 11-м андроиде. Она, имеется в виду, операционная система. Wi-Fi достаточно продвинутый. Тут диапазон частот идёт 2,4-5 гигагерц. Что позволяет, ну, как бы получить стабильную связь, которую забивать не будут соседские роутеры. Но, опять же, это надо тогда иметь и свой роутер двухдиапазонный. Тогда будет всё хорошо. Если у вас роутер на 2,4, а приставка будет 2,4-5 гигагерца, то это уже не есть гуд, да. Поддержка microSD, карт памяти. То есть, можно добавить памяти благодаря, ну, флешке, да, так называемой. Ну, в принципе, неплохое устройство. Но, как я уже сказал, цена несколько завышена. Поэтому, вот, только шестое место в нашем рейтинге. 4741 рубль. Ну, и, наконец, на седьмом месте телевизионная приставка ZTE. Ну, вот тут логотип МТС на ней. Примастился, да, сверху. Хотя, по сути, это, ну, такая обычная приставка по средней цене. То есть, мы уже подобные приставки рассмотрели. Ну, это, как бы, идёт, во-первых, без дисплея. Во-вторых, как бы, у неё более простой пульт без голосового управления. Ну, и, соответственно, 4К полноценно идёт. Вот, что неплохо само по себе. Поэтому, в наш рейтинг, она включена обязательно. 2860 рублей. В принципе, нормальная цена. Ссылки на лучшие ТВ приставки 24-го года вы найдёте в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на кнопочку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok